Это язык богатства народа Константин Мактонович Берендерин. Это большого, очень нужного мероприятия, которое, по-моему, опоздало лет на 30-40. Этот вопрос у нас был поднял давно, а сейчас уже как будто здание рухнуло, и хотим его восстановить. Это очень сложный вопрос. Так, для любого большого или маленького народа поочистить в своей после земли самое дорогое богатство – это язык. Я когда услышал, узнал, что такое мероприятие на международном уровне организовывается, я очень обрадовался. Хотя я не профессор, не ученый, но все-таки решил принять участие в этом большом и очень нужном мероприятии. Отправил два кейса своих и третий вот привез. Первый называется «Язык богатства народа». Отечество переименовало это «Язык звуковая основа бытия народа мира». Язык богатства народа. В двух вариантах. Я после операции глазу только мир. Поэтому я прошу вас обижу и очки свои забыл. Язык – величайшее оружие человечества, с помощью которого можно построить самое передовое в мире, но и с помощью которого можно уничтожить все живое на земле. Лишь так я могу расценивать значение и силу языка. Поэтому я с величайшей радостью встретил обращение Института языка знания об объявлении 2019 года, годом Каилы Киевского России и мира. И это здорово, что Прихуд решил, организовать такое мероприятие. Большое спасибо Институру за решение организовать данную корпорацию на международном уровне, так как многие языки молодчих народов мира, живущих в составах больших государств, на все время находятся на грани сознания. Это плохо, грустно, но факт. В животном мире каждое существо, независимо от своей численности, издает свои особенные звуки общения. И в этом заключается красота индивидуальности живых существ природы. Однако терроризованный мир человечества далеко отошел от требований природы, живет, создавая свои государственные обеднения и законы. Поэтому молодчих народов, входящих в состав больших государств, проживая на исторических землях своих предков, вынуждены жить по законам своих покорителей и подсоединяться их требованиям, включая языковые и все жизненно важные принципы. Поэтому от давления государства надо спасать не только языки молодчих народов, и их самих, как это. И надо подойти к этому вопросу комплексно, ибо с языком связаны все стороны жизни молодчих народов, мысль, культура, традиции, образ, мысление, вирование и так далее. К тому же необходимо знать не только свой родной язык, но и государственный, в том числе и иностранный. А иностранный у нас международный английский. Я английский совсем не знаю. Что нужно предпринять, чтобы спасти языки языки не только морозы истинных народов мира, но и языки северных, иностранных в России. Во-первых, необходимо установить контакт с истинными и насыщенными языков. для работы с ними по созданию аудио-видео электронных учебников с четкими, так, их произношениями национальных слов в выражении с параллельным звучанием этих же слов на государственном языке. Почему я говорю аудио-видео? потому что только эти издания сделаны с помощью носителей, которые хорошо знают свой язык. Они помогут правильно произносить слова, которые, которые мы говорили, наши предки. Надо начинать обучение даже взрослому населению, которое в настоящее время, это население, уже забывает. Не то что забывает, уже забыла свой родной язык. Вот я, например, живу в Троицком, в Нанайском районе. Встречается, идет на встречу сторонник мой, Нанай. Не с русским обличием, а вот как у меня. Я с ним здоровый, испан-найский. Я говорю, батю Гаку. Он отвечает мне, здравый человек. Я останавливаю его. Ты кто такой? Нанай, китай, японец или кто? Или ты русский? Но лицо-то у тебя, как у меня. Я с тобой здоровый, испан-найский. А почему ты мне по-русски говоришь? Ты на какой-то мне живешь как-то? А? Живешь ты на своей исторической земле, где предки наши, жили тысячи лет. Это наша земля. Мы должны даже слово приветствия должны знать, если ты не знаешь много слов. Я стыжу, да, и замечать делаю. Вот тогда только он начинает лопотать. По-найски. Я говорю, ты хоть приветствую, Нанай, ты знаешь? Батю Гаку. Я стал моим здоровым, по-найски, а почему-то не отвечаешь на русский язык. И наоборот, понимаете? Идет русский человек. Я с ним здоровый, по-найски, с русским человеком, и с любым, который встречается в Троицком. И в конце концов, сейчас в настоящее время, эти русские люди здороваются со мной только на найском языке. Русские. А на найском здоровы только на русском языке. И вот только лет пять-шесть назад только они стали со мной здоровы только на найском языке. Я говорю, хоть приветствую надо знать. Я научил русский, научил, Нанайскому приветствую. И даже предложение они уже со мной говорят. Он большейший, то есть как живешь? Хайортистый, что делаешь? Вот русский спрашивает у меня. Вот, знаете? Вот такое дело. В школах у нас преподает нанайский язык. Вот, Виля Диана сказала. 64% изучают нанайский язык. Это просто, знаете, галочка. Это галочка, настоящая галочка. Изучают нанайский язык в школе один час. Отсиделись, выстрелившись на русском. Какая польза от одного часа. Это как по культатию. Надо три часа сделать. Или каждый день, чтобы по одному часу. И еще надо привлечь к этой учебе взрослое население надо заставлять, чтобы учились. Хотя бы на ботовом уровне, чтобы говорили. Вот осеннее время подходят китовые. Знаете, я часто задумываюсь над вопросом. Вот, надо пойти нормальную правку взять. Вот так хочется у него спросить. А ты по нанайскому умеешь говорить? А? Давай я с тобой поговорю по нанайски. Если не умеешь говорить, тебе лошадь не надо давать. И руки человек. А ты имеешь обличие нанайское. Вот я часто задумываюсь над этим вопросом. Но я этот вопрос не поднимаю. Потому что этот вопрос палкой может вернуться. Нам же. Вот понимаете? Вот такая история. Ну и значит, что? Что я делаю в области сохранения и развития родного нашего языка? Ну я, поскольку я последний выступаю и заключаю все серии выступления. Мне дадут, наверное, 30 минут. Я хочу много говорить. Потому что это моя боль. Моя боль головы и моя боль души. До 1990 года мы с семьей жили в высшем районе, в соседнем районе. 27 лет. По-долго уже жили. В 1991 году исполком Нанайского района решил выпускать в районных годах «Красный знамя» – это районных годах Нанайского района приложение на родном языке. Представительная исполкома, зная меня как знатока родного языка, вызвал меня в родной район для выпуска намеченного приложения. Таким образом, уже со второй половины 1991 года еженедельно стала выходить страница на Нанайском языке. Освещала с ней различные темы по жизни, культуре, традиции, образ жизни с производственной деятельностью моего народа затрагивалась из-за языковой стороны моих сородицей. Однако, к концу 1992 года, в связи с начальствующей инфляцией, приложение было закрыто по нехватке денежных средств. Затем по моей инициативе в Сельском краеведческом музее был организован Клуб хранителей родного языка, которым я руководил почти 10 лет. И здесь говорили о проблемах Нанайского языка. Дискуссия проходила на русском языке. И все заканчивалось на уровне разговоров. Хотя были предложения ездить по селам для приобщения людей, разговоров и речи изначально, хотя бы на бытовом уровне. Были проблемы с транспортом, денежными средствами и так далее. Безучение родного языка, если он утратился, или даже если не совсем утратился, чтобы вернуться к родному языку, чтобы изучить его. Очень сложно. Почему? Потому что на Нанайском языке есть очень много таких звуков, которых нет в русском алфавите. нету. Вот я в 40-х годах учился в школе, в начальной школе на базе латыни. Вот латыница на Нанайский язык хорошо подходит. Я думаю, зачем ученые-люди перетащили Нанайский язык на русский алфавит. Русский алфавит очень не сказали. очень искажают на Нанайский язык, звучание на Нанайский языка. Поэтому вот Антония Сергеевна Киня издавала книги для изучения, начиная от первого класса до одиннадцатого класса издавала. Но эти учебники, написанные на базе русского алфавита, они для учебы не годятся. не годятся они, потому что в русском слове, в Нанайском слове есть долгота, есть удаление. Хотя удаление без исключения в Нанайском языке, только на последнем гласном, вот последнее условие. Вот. Вот. А долгота ставят, что то в Росяне, то в середине долгота. И эту долготу даже стали учителя ставят не там, где нужно. Вот так учит детей. Понимаете, в результате концерты проходят, дети выступают на Нанайском языке. Я слушаю и думаю, на каком же языке ученик говорит? ни на китайском, ни на японском, ни на другом языке. Только не на Найском, понимаете? Вот долготу удалили, где попало. И получается непонятность. Вот поэтому я говорю. Я, Таня Сергеевна, когда была живая, я ей тоже говорю, надо было бы звуковые вот книги сделать, аудиокниги. Вот именно вот такие книги, настоящие книги. Чтобы открыл, вот какой абзац, пальцем ткнул туда, вот как на телефонах, чтобы говорил он на Нанайском языке. И этот звук надо брать именно вот людей, которые знают язык. Они так вот по-книжному это зачитали. и причем на нашей речи это очень много диалектов. Только в Нанайском районе четыре диалекта. Верховской, Мухам, Шиндар, маленько отличаются. Средний это Дада, Найкен, который за литературный взял диалект. Потом это Днизовский. Нергенский уже маленько раньше есть. А Комсомольский район уже ближе к Ульцскому. И правильно Таисия Ивановна Петрова писала с этим Семеном Сипиным, когда он учился в Герцена, в Верховском учительстве в 30-х годах. Написала книгу Ульцский язык диалект на Нанайском языках. Ульцский язык Ульцский диалект как правильно? Как и в Верховском учительстве диалект на Нанайском языках. Это было правильно. Потому что Ульцский язык он такой же почти как Нанайский. Украинский язык тоже как диалект русского языка. Можно так сказать по-другому. А это по-другому. похоже. По-другому. Вот. Ну это были по охранничею я так говорила как были предложения. Ну вы ниже так нажали. Простите пожалуйста у нас говорили что надо ездить это по поселам и говорить это с людьми на простом языке. И в пляж и пошла так и грязина не стало и деньги стали другие. Понимаете? Вот настоящий кошмар. И никуда не поедешь ни с кем не поговоришь. И по этому же вопросу я вот в этом году приходил в свой белый дом так скажем не там это не в Америке белый дом а у себя в районе у нас тоже в районе есть белый дом давайте сделаем так я говорю водите меня по селам чтобы я с людьми встречался собирал их и говорить с ними на наестском языке вот ну говорит для этого это хорошее дело ты задумал но для этого надо иметь деньги на тот же самый бензин я не правы я не правы и вот это моя сочинка то что я хотел сделать заглохла вот ну я как поэт занимаюсь переводами на свой на наш язык стихов Кушкина Ермонтова Есенина Некрасова Чучева Фета Донзатова и других классиков там же я перевел на свой родной язык как его интернационал на слова или на патия так потом булевайский набаг тоже на военную тему которую мы победили немцы перевел это на наестский язык так потом перевел я форт-полоэзг девушек на из оперы Бородина не один и вот включив программу форт-полоэзг девушек у нас вот там переводится ездили в Германию в Афраке ездили в Москве несколько раз были в Японию в Китай ездили и люди принимали на бит и значит вы знаете кола бильды слышали его письма не знаю поднимите кто слышал кола бильды я слушал он он сказал кола бильды вы очень близкий родственник вот я перевел его письма ездили сайбой на твой на наш язык вот и если вы позволите мне я не купить могу на наш язык чтобы вы услышали как звучит на наш язык вот константин это как завершающий тогда вот я глухой если позже как завершающий вашего доклада потому что вы должны нас ждут сейчас в зале вообще вы споете а я еще хотел много сказать а вы знаете завтра у нас будет после нового стола по преподаванию дискуссия вот когда будет остальное завтра скажет я завтра с утра поеду в литерап там у меня сестра больная вот операцию будет вот я хочу ее навести потому что я может быть если не увижу сейчас я уже больше не увижу потому что мне через месяц уже 85 лет нет нет я совсем молодой нет нет успеть вы хотите успеть 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 дон травами оранжи гонцап кукцу ламби хащих тазал колдун саусу я арумпичи сасхай сайка курамба посис сон бомби дон дурь га ма турхо да хай ларья твит ани орумба хай дай ся даси ай можно только тезисно по тезису прямо вот самое главное только две минуты буквально вот около беды к нам приехал в Голосе и сказал что эту песню я по всем почти по всем государствам мира ездил и в какой-то там средней средней аляшки стране и напряге он спел эту песню вышел со сцены и к нему стали пришли к нему люди и стали общупывать его лицо он рассказывал когда был гостем приходил к нам гостем я говорю что такое спрашивают а мы шупаем потому что хотим увидеть это маска у тебя и твое собственное лицо вот понимаете так что еще хотел сказать тизисно ну ладно я самое важное самое важное что я хотел сказать значит я представитель который не о языке да ну тут на леске в языке написалось о языке его же я сам перейдем на русский язык вот мне хотелось бы почитать конечно ну раз тизисно у меня не получится наверное если оно небольшое самое главное вы нам прочли и на этом мы пошли прочитайте 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 ну ладно я с этим с этим с этим вот что я хочу сейчас а вот тизисно я прочитаю свое стихотворение которое написал я 20 декабря вот медаль сегодня взял я как подарили мне 22 декабря медаль дети войны 22 а я написал 20 22 война была гремел от взрывов запад в огне пылали города в дыму и тот смертельный горький дивный запах мы на море слышали в дому и от того мы тоже на фронте подростками ходили на поля колхозом урожай помочь в уборке что тут растила очи земля посылки собирали безымянным бойцам что воевали на полях чтобы они геройски беспощадно врагов громили на повалах боях у нас для школы не было тетради писали геройсками гадет черниры сами делали из сажи был в каждом классе стали на портрет на день давали хлеб по граммурке и весом был всего 125 войну мы испытали много муки колотами наложили в частности партии была война победа слава на нами чтобы нами возглавили мы на весь старт и мы теперь не молоды годами законный голос и военный стран я вам дам дару для института вот берти Кантыр Махтович ой замечательно спасибо аплодисменты это моя это ворот тапани имиста что означает название на найских сидений и тут у меня о языке написано аплодисменты моя фрика Батя Баку это по найске Батю Бапа русская здравствуйте и и тут до детских а вот это моя последняя работа так проликла тезисно проликла да вот так вот так да да написал природа Бог и человек поэма посвятил своему лучшему другу профессору Сабаровского университета как университета университета ему прошу году исполнилось 8 лет наверное ему 8 лет посвятил ему эту книгу но тут я я знаете отъезд до корней волос поэтому вы возьмите если я Бога на них поругам а автору все а вот и в этих и в этих и в этих замечательно там ваша публикация обо мне мои что тут есть огромное спасибо вам кто успеет тот возьмет аплодисменты аплодисменты нам предлагают подняться в зал если они не там